Актуальное интервью. Радио «Спутник в Крыму». 9.04. Еще раз всем доброе утро. Я вас приветствую. Светлана Разина у микрофона. Понедельник сегодня, 7 августа. Мы очень много разных тем сегодня поднимаем в эфире. Уже обо всем поговорили, наверное, важным и актуальным на эту минуту. Сейчас перейдем вот к нашему здоровью. И со здоровьем связано, с солнцем связано, с летом будет у нас тема. А летом особое внимание, мы все знаем, стоит обращать на свою кожу. Солнцезащитный крем, максимальная тень, особое внимание родинкам. Вот как раз об этом и поговорим. Как следить за ними, за родинками, чем опасны такие образования на коже. Все это обсудим в ближайшие минуты. На связи с нашей студией доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей хирургии Медицинской академии Крымского федерального университета имени Вернадского. Вячеслав Михаличенко. Вячеслав Юрьевич, здравствуйте. Доброе утро. Вячеслав Юрьевич, давайте поговорим о родинках. Важная тема, тем более в летний период, когда мы все открыты, тело по максимуму открыто. Почему вообще нам надо вот наши родинки как-то закрывать, мазать кремом и максимально сторониться солнце, особенно тем, у кого этих родинок много? Что это за такие образования? Для чего они нужны в организме? Ну, родинки – это образование кожи. Они врожденные, как правило, иногда могут появляться новые. Чего мы боимся в момент таких жарких дней, когда люди очень пытаются яростно загореть, и чем темнее загор, тем показать всем, как он хорошо отдохнул. На самом деле это не настолько безопасно, потому что из трех факторов возникновения рака кожи или мемономы, один из самых главных факторов – это фиолетовое облучение. То есть, когда оно чрезмерное, когда покраснения большие ведут и сгорают верхние свои кожи, то стимулируется рост родинок. И они из доброкачественных могут превращаться в злокачественную, например, меломом, это самое злокачественное обухольное на человека вообще, в принципе. Чтобы этого не произошло, не надо сильно загорать. И еще следующий фактор, который есть, это травмирование механическое, работа там на производстве, химическом, а травмирование – это на что надо обратить? Там, где биллгаутер, там, где резинка, может быть, или ремень трется постоянно, если там есть родинка, если она начинает увеличиваться, то надо быстренько обратиться, посмотреть, чтобы из банального навыса не превратилось это в злокачественную какую-то опухоль. То есть одна и та же травма одной и той же родинки может как раз и привести к последствиям, да? Кстати, вот украшения у женщины на шее тоже часто. Украшения в цепочках, где трет постоянно, допустим, или там другое какое-то украшение на шее. Вот эти вот все вещи надо следить, или бросить сейчас, что трется часто. И чаще они возникают в тех местах, где потертости, там, допустим, на волосе икарможной мышцы, когда брилка не трется и ударяется. Вот в этих местах чаще, на спине, чаще всего и возникают они. Вячеслав Юрьевич, ну, родинка, она дает как-то о себе знать, вот, которая уже, ну, переходит вот эту границу здорового образования? Как-то может человек сам понять, что что-то, вот, что-то не то происходит? Там, чесаться она начинает или форму? Да, она начинает чесаться. Появляется увеличение в размерах. Причем размеры асимметрично увеличиваются. То есть не циркулярно увеличиваются во все стороны, а так, хвостами. Потом, если это миланома, то там возникает изменение окраски, может быть, обязательно. Вот, различные оттенки коричневого и черного, это уже должно настораживать. Нарастание сверху на этом образовании еще дополнительное, как бородавок. Вот это вот такие самые главные признаки. Вот, а если, допустим, базально-клеточный рак уже, он чаще всего у людей старше 65 лет, ну, как правило, на лице, вот, то там появляются небольшие язвочки, 3-4 миллиметра, которые постоянно мокнут. Вот они могут чесаться и мокнут. И вот их приставиться прижигать и все остальное делать, ничего не помогает. Вот тут надо идти сразу брать мазочек, если это базально-клеточный рак уже, либо базальома, так называемая, одна из, скажем так, она злокачественная, но с доброкачественным течением, как правило, если не запустить, конечно. И легко подается лечение, ее иссякают, или прогуляцию делают, либо лазерную, либо электрическую, либо еще чем-то, это не важно. Либо можно лучевую терапию, если в тех местах, там, на веке глазах, где нельзя особо иссечь. Вот, главное, это не запускать. То есть даже та родинка, которая уже начинает как-то себе давать, она, в принципе, еще не приговор. Я правильно вас поняла? Нет, это еще не приговор, да. Но никогда не надо ждать, что она превратится в плохую опухоль, скажем так. И более всего, еще раз повторяю, что меланома – одна из самых злокачественных опухолей человека. Она может в небольших размерах быть, там, до 5 миллиметров, а время до стаза уже нужно давать в первую лимфоузовую регионарную, в головной мозг, в легкие, в печенью, куда угодно. И когда уже везде все будет, там уже никто не поможет, к сожалению. Она не подается, фактически, и не утрепили, и не утрепили. Напомню, говорим о родинках. На связи с нашей студией доктора медицинских наук, профессор Вячеслав Михаличенко. Вячеслав Юрьевич, по поводу удаления. Вот здесь, если можно, давайте чуть-чуть подробнее остановимся. Как удалять? Где удалять? Сейчас, честно говоря, практически все косметологические кабинеты предоставляют такую услугу – удаление родинок. Очень многие косметологи проходят какие-то курсы переквалификации, учатся, покупают оборудование определенное и массово все это удаляют. Вот здесь, как врач, пожалуйста, объясните, все ли родинки надо удалять? Или есть такие родинки, которые стоит оставить? Они же для чего-то на нашем организме появились, а мы знаем, что они такие гармоничные создания. Если там родинка обычная, которая просто косметический дефект приносит, умирается человеку, что на щеке, допустим, маленькая точечка черная. Если посмотрел драматолог и сделал дерматоскопию, ничего подозрительного нет, то можно у косметолога ее убрать. То есть от этого ничего сильно по здоровью не изменится, если здоровую родинку убрать? Нет, по здоровью не изменится. Другой вопрос, 85% косметологов не имеют медицинского образования. И вот, если выбрать по удалению, меланома убирается только хирургическим методом. Методы криодеструкции, электрокоагуляции, вазерной деструкции в отношении меланомы недопустимы. Потому что она тогда, наверное, метастаза везде будет очень плохо, то есть усугубит все течение. Вот вырабатывает вся опасность. А вот, допустим, базарно-клеточная ракуша, и там можно и криодеструкцию, и электрокоагуляцию, и близкофокусную ручевую терапию, там проще. А вот с меланомой надо быть очень осторожным, а так как меланом родинки немногие отличат, то без консультации дерматолога и дерматоскопии я не рисковал. А как тогда, какая правильная схема действий? Вот этот коридор нам объясните, куда идти человек? Вот у меня образно-родинка. Я не понимаю, она здоровая или нездоровая? У меня рядом с домом косметологический салон. Мне сразу туда или лучше к вам сначала? Нет, сначала надо к дерматологу пойти или к онкологу, где вы дерматоскопию смотрят. Обычно отрабатывается так, что дерматолог смотрит, если что-то подозрительно, он отравляет к онкологу. Либо напрямую к онкологу. Если посмотрели и сказали, что там никаких признаков нет, тогда можно у косметолога удалять. А так вот на бум ваза нельзя делать. То есть все-таки сначала надо проконсультироваться с врачом, онкологом, дерматологом, и только уже после этого идти удалить? После этого, если сказали, что все хорошо, тогда уже можно в косметическом салоне обеспечивать. Ну вот еще дальнейший шаг, который, кстати говоря, здесь надо отдать должное. И косметологи тоже всегда об этом говорят, что родинку надо потом еще проверить. То есть ее не просто надо удалить, но и надо дальше сдать на определенный анализ. Все ли тоже родинки надо сдавать? Или есть такие, которые тоже невооруженным взглядом понятно, что с ней все в порядке, не надо сдавать анализ? Нет, ну если они большие, то когда его иссякается хирургический, косметический шов накладывается и отправляется на гистологическое исследование. Это как правило. А если вот эти точечные есть маленькие, которые никаких подозрений не вызывают, то там может достаточно и калийодеструкция, или лазерная деструкция. То есть они ее спорили, и они даже на гистовой не смогут ничего отправить. Слушайте, а вот люди, у которых очень много таких образований, или там в какой-то момент они появляются, о чем это может говорить? Это какая-то особенность физиологического организма, или это какой-то такой тревожный признак, что надо на них больше и чаще обращать внимание? Нет, ну смотреть на них надо, естественно. Ну, с возрастом их обычно больше становится. Это физиологическая такая вот особенность организма. Но больше всего меланом надо бояться белокожим людям. А, то есть все-таки типаж светлой кожи под угрозой. Да. Вот есть классификация определенная по светлости кожи. И вот первый и второй фотон светлости кожи, они наиболее предполагаются, что один самый опасный континент, в котором меланома может развиваться очень быстро, потому что нет зарядных свойств. И в верхней своей кожи сгорает, и тогда начинаются всякие вещи неприятные. Я обратила внимание, будучи на отдыхе на море, очень много еще детей сейчас появилось с родинками. Не знаю, может быть, и раньше так было, я не обращала внимания. Но у детей тоже родинки есть. И иногда совсем у маленьких детей уже присутствует определенное количество родинок. Это нормальная ситуация? Или здесь тоже родителям надо как-то озаботиться? И можно ли удалять родинки маленькому ребенку? Ну, маленькому ребенку я бы не торопился. Зачем? У них редко вообще, крайне-крайне редко это бывает. Поэтому просто смотреть, что есть такие вредные привычки, когда, знаете, начинают родинку сгирать постоянно. Дети или люди пожилого возраста. Вот этого делать нельзя. Когда постоянно травма происходит, на литоза нам это превратится в нехорошую вещь. А потом будет, то есть миланомы превратится, а потом будет ходить такое поверье, как говорится, на слуху у людей. Вот была родинка, он ее убрал, и поливились с метастаза, и он быстро умел. Но на самом деле они уже-то и были. И это было уже совсем не родинка. Поэтому это такое просто однородие, такое неправильное понятие этого всего. Ну да, опять мы возвращаемся к этому механическому травмированию. Но я так понимаю, в Крыму опять мы с вами в разгар сезона разговариваем. В Крыму во время высокого сезона большое ультрафиолетовое излучение, поэтому надо здесь выбирать время для загара очень аккуратное. И можно ли вот в самый час пик, 12 час дня, 2 часа дня, будучи даже где-то под тентом, под зонтом, тоже причинять ущерб своей коже и рисковать своими же... Нет, этого не стоит делать. Тем более, если в первые дни только приехали и загар еще не появился хоть какой-то, то сразу на кожу, которая не готова к приему больших доз ультрафиолетов, делать не надо, потому что риск возникает. То есть даже в самый пик дня под зонтом это не спасение? Спасение только в помещении? Да, лучше спрятаться в одном месте, скажем так. А потом, когда уже раз пойдет, после 3-4 выйдет, спокойно продолжать отдыхать. Скажите, а в каком мы с вами так сейчас говорим об удалении еще родинок очень подробно? А в какое время года можно удалять родинки? Можно ли сейчас? Кто-то, может быть, послушает наш эфир, вообще решит на всякий случай удалить все свои родинки, которые есть? Знаете, как от греха подальше. Можно ли сейчас? Да, можно ли сейчас убирать? Это не противопоказание. Единственное, что сейчас жарковато, куза потеет, и рано будет после операционного чуть больше заживать. А так больше никаких ограничений в этом нет. То есть нет такой сезонности, что только осенью, летом нельзя, или только зимой? Нет, нет, нет. Такого у нас нет. Вообще, конечно, важная тема, насколько я знаю, меланома, это как раз номер один по заболеваемости онкологического в крови. Да, да. Есть вот меланома пигментная, она черная, как родинка, да, есть еще ее один подвид, который вообще самый злокачественный, считается, это беспигментная меланома. То есть она из тех меланцитов растет только без пигмента, как белые у него. То есть вообще не видно? Да. Да, это, слава богу, крайне редко бывает, но встречается. Вот он вообще самый злокачественный вид опухоли кожи. Это уже очень опасное дело. То есть тут лучше в общем не рисковать, на солнце не появляться в опасное время. Крема защищают или нет? Или это тоже такая больше плацебо для человека? Или солнцезащитный крем это действенная защита? Нет, солнцезащитные питательные крема, они просто быстрее восстанавливают кожу и немного ультрафиолет убирают. Вот так что он полностью спас от этого? Нет. Ультрафиолет все равно бронет. Тоже не стоит. Просто меньше будет кожный ожог. Ну, можно пользоваться, особенно если первые не приехали, чтобы сразу не сгореть, а постепенно получать зажар. Ну, и, наверное... Так что он полностью спасет у них. И спрошу у вас еще, наверное, вообще по опыту работы, насколько более ответственные стали люди. Сейчас больше появляется информация о том, как опасен загар, как можно себе нанести вред серьезным загарам, там, в самый час пик, в яркое солнце. Люди как-то стали более ответственные относиться? Что со статистикой происходит? Или все на месте? Ну, молодое поколение с 20 до 30, да, они стали более такие. Проходили на консультацию чаще, следили за всеми родинками своими. А вот старше 45-50, ну, почему-то ничего не поменялось. Как было, так и есть. Еще у нас же есть великая народная медицина и какие-то знакомые соседи, которые все знают. Тоже, кстати, момент. И прижигание какими-то травами тоже, я знаю. Вот-вот-вот, так вот понимаете, в чем дело. Они потом на прижигают и кислоту. С чем только они приходят, прижигают. Получается, какая была опухоль, никто не знает, потому что они ее спалили с верхним слоем кожи. Остается язва. Язву взяли, мазок. Там воспалительные петки, и секли ее зашили. Тоже ничего нет. В лимфоузлах ничего нет. А потом, через полгода, появляются метастазы меланомы подмышечного в области, допустим, в лимфоузлах. И начинается непонимание, как же так. И откуда все это произошло? А последствия вот такие могут быть и через полгода, и через год. То есть, образно, обгорел летом 2023-го, а последствия могут настигнуть летом 2024-го, да? Конечно, конечно. Тем более, она может сидеть без симптомов достаточно долго. Поэтому тут такие вещи очень осторожно, к ним надо относиться и следить за собой. Ну, еще тут хочется добавить, наверное, пусть наша мода тоже работает на наше здоровье. И, знаем, в некоторых странах есть прекрасная мода на белокожесть. Вот, наверное, когда у нас это все появится в большем количестве, будет меньше таких заболеваний, когда люди просто начнут прятать свое тело от солнца максимально, а не пытаться стать бронзовыми за два дня. Вячеслав Юрьевич, спасибо вам большое за полезные советы, которые дали, за то, что подключились к нашей студии. Я надеюсь, нас услышали с вами. Еще раз благодарю. До свидания. Спасибо, до свидания. Напомню, с нами на связи был Вячеслав Михаличенко, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей хирургии Медицинской академии Крымского федерального университета имени Вернадского. Говорили об опасности родинок. Я думаю, вы все поняли, услышали. Крем обязательно солнцезащитный. Ну и, конечно, в яркое солнце на улице, на пляже не появляйтесь. Лучше все это переждать где-то в номере отеля, а потом уже в нормальный период. Мы, кстати, у врача не спросили какой-то период, но чаще всего специалисты называют время с 8 утра до 10, ну и потом уже где-то с 16.30, с 17 и до 19. Вот тут можно загорать безопасно. Всем вам здоровья крепкого. Эфир продолжаем. Впереди еще интересная тема. Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.